Протестантизм 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 единый центр. Ваше мнение? Это и хорошо, и плохо. Мое личное мнение, что это не обязательно плохо, и не всегда это хорошо. Знаете ли, конечно, было бы проще, если бы в протестантском мире был бы какой-то один, допустим, протестантский папа, да, протестантский какой-то патриарх. Но, с другой стороны, это может вылиться, знаете ли, в тиранию, неизбежную тиранию. Кстати, православию все-таки ближе протестантская модель управления, нежели католическая. Католическая, она стремится всегда к единовластью. Очень жесткая вертикаль власти выстроена была еще на заре католицизма. Сразу после разделения православия и католицизма католическая западная церковь избрала путь очень жесткой вертикали власти. Структуры, единой структуры, и они преуспели в этом, и до сих пор преуспевают. На мой взгляд, более слаженную модель в христианстве никто не смог создать и не создаст, на мой взгляд. Православие сразу после отделения от католицизма избрало путь автокефализма. Принцип восточных церквей, в принципе, было не только вероучительные споры, были еще и споры административные. На востоке епископы настаивали на именно отсутствии жесткой вертикали власти, а все строилось на горизонтали. Восточные церкви были изначально более демократичными, включая избрание, голосование за священников и епископов. На западе было лишь строгое назначение епископов и священников. Ну, даже об этом. Также и финансовая упорядоченность. На западе, допустим, единая касса. На западе Папа Римский выстроил именно единую казну ватиканскую, единый банк. И, в общем-то, финансово, поэтому западная церковь, она всегда была на высоте. И до сегодняшнего дня католическая церковь является самой богатой из всех религиозных структур, включая религии мира даже. Не только христианство, но и другие религии мира. Ислам, буддизм и прочее. То есть, это самые богатые религии мира. Динаминация в мире. Так вот, православие же изначально, сразу после раскола, было нацелено на независимость церковной кассы. То есть, каждая поместная церковь была финансово независима, неподотчетна. И, больше того, было настроено однозначно на то, чтобы церковь была в братском общении. Финансово помогали церкви друг другу иногда, в случае нужды, допустим, были многие прецеденты именно помощи. Но финансово православие всегда держалось вот именно изначально независимости церковной кассы, независимости финансовой. И, извините, напомните еще. в том, что протестантские церкви проигрывают в том, что нет единого церкови. Я извиняюсь, да. Хорошо, продолжим. И, знаете ли, протестантская церковь, она близка к православию в этом. Близка к православию именно принципам автокефализма. Многие протестанты даже этого не знают, кстати. Многие пастыри протестантские даже не в курсе того, что они на самом деле очень близки православному именно менталитету и мировоззрению и иерархичности православной. Потому, как православие настаивает на автокефализме независимости поместных церквей и невмешательстве политики невмешательства поместных церквей в дела друг друга. при условии неуклонения в юридические откровенные учения, где возможно именно вмешательство некоторое. Так вот, конечно, православная, протестантская модель пошла гораздо дальше, чем православная модель. И, на мой взгляд, протестантская модель это есть православная модель, но более усовершенствованная. Я это сравниваю, знаете ли, вот с такой однопартийной и многопартийной системами в политике. Потому как, допустим, вот раньше мы жили в СССР и у нас формально была и Конституция, и Свободы были формально, но реально на практике, конечно же, ничего этого не было. Была одна система. Кто помнит голосование в Советском Союзе, как они проходили? Мы приходили на избирательные участки, называлось это избиранием, но избирать было не из кого. Был один лишь кандидат на одной бумажке и его надо было избрать и положить в урну, отправить. В общем-то, это была пародия на демократию, пародия на свободу и был такой некий такой запарк, как бы такой создан насчет коммунистической партии, где была одна партийная система. Допустим, в СССР при, как бы, Конституции, гарантирующей свободы, реально не было возможности даже создать даже самую простую, без неабинциозную политическую партию. Не говоря уже о партии, претендующей на власть, в государстве. Поэтому потом с веянием свободы, когда только лишь безбожный Советский Союз стал рушиться, разрешать по швам, появились некоторые политические партии, как альтернатива. Заговорили очень серьезно тогда как раз о именно реальном избрании, потому что люди должны иметь выбор определенный кандидатов. И сегодня наши страны, страны бывшего безбожного Советского Союза учатся демократии, это очень сложно происходит, мы знаем, со скрипом, но однако же в сознании людей сегодня во многих странах наших, бывших посткоммунистических, уже наблюдаются такие положительные моменты. Особенно вот в Украине это наблюдается так же, то есть пробуждается медленно, но неуклонно пробуждается национальное самосознание и многопартийность она помогает народу, однопартийность губит народ, любой народ, любую нацию, любую культуру. И в религии примерно та же самая история. Однопартийная религиозная система она при всех ее плюсах имеет грандиозный минус, покушаясь на самое святое святых, что Бог дал человеку, на свободу выбора, свободу совести, свободу, которую не вправе человек ограничить, которую Бог дал. Вспомним отцов американской конституции, заявивших, что мы народ перед Богом. Это очень важно. Слава Богу, что когда рушился коммунизм 20 лет тому назад, украинские избранники тогда народные имели мудрость записать в преамбуле конституции украинской, что есть ответственность перед Богом, то есть есть ответственность перед Богом. Это очень ценно. Я Бога благодарю за эти строчки и когда молюсь в Украине, я всегда вспоминаю эти строчки из конституции, потому что это есть заявка очень сильная. Думаю, даже люди до сих пор многие не понимают, насколько сильна эта заявка, насколько сильно, что в конституции страны есть такие слова. Наша задача теперь, чтобы эти слова стали не просто словами, а чтобы они стали реальностью. Но для этого, опять-таки, нужны очень сильные протестантские церкви, потому что именно классическое православие не способно, на мой взгляд, нереформированное православие не способно, на мой взгляд, именно пробудить национальное самосознание, пробудить именно вот это чувство и веру в персональную ответственность перед Богом, что очень важно для именно становления демократического. Скажите, какое место преимущество, это что на самом подбережrem м